Несколько месяцев назад был юбилей, 40 лет самолетному процессу. Действительно, 40 лет назад группа советских евреев, поняв, что легально и открыто, и на основе каких-то законов, существующих в Советском Союзе, они не смогут покинуть эту страну, приняли решение захватить самолет, улететь на нем и привлечь внимание мира к тому отчаянному положению, в котором находились евреи Советского Союза. Эти люди были обречены на исчезновение. Они были лишены национального языка, национальной культуры, возможности следовать своим национальным традициям. У них не было ничего. Конечно, это был шаг отчаяния. Это был очень решительный шаг. Шаг людей, которые понимали, на что они идут. Конечно, их отслеживали. Им даже не дали дойти до самолета. Они были арестованы, преданы суду, получили большие сроки. Кто-то поменьше, кто-то побольше. Было пять процессов, через них прошло 35 человек. И не только те, кто пытались захватить самолет, но и те, кто действовали в соответствии со своими сионистскими убеждениями. И вот 40 лет назад это состоялось. А теперь пришло время отметить эту дату. Потому что событие было неординарное, из ряда вон выходящее. И масштабы оно приобрело совершенно невиданные. Потому что во всем мире люди увидели, что действительно целый народ подвергается уничтожению. И лишен своего естественного права. Право, записанного в Декларации прав человека. Право на свободу передвижения. Право выезжать из страны и въезжать в нее. Началась борьба. Борьба с Советским Союзом за осуществление этого права. Она шла разными методами. И политическими, и информационными, и экономическими. И в конце концов увенчалась успехом. Ворота открылись. И миллионы людей смогли выехать. И не только евреев. Понятно, что событие такого калибра должно быть отмечено. И я понимал, что 40 лет – это юбилей. Это круглая дата. Скорее всего, будет специальное заседание КНЕСЭТа. Скорее всего, в школах проведут урок. На телевидении подготовят программу. Что-то еще будет. Не было ничего. Ничего из того, что я перечислил. И из того, что я не перечислил, тоже. Есть много причин тому. Можно найти много причин, почему так произошло. Я думаю, что я не ошибусь, если назову одну из них. Эти люди всю жизнь следовали своим принципам, которые они выбрали для себя. И которые стали их руководством. У них есть своя позиция, и они от нее не отказываются. Именно потому, что они не готовы притираться, прогибаться, смягчаться. Они не сделали карьеру ни в одной из общественных организаций Израиля. Они позволяют себе выступать с резкими заявлениями, которые очень многим не нравятся. Но они и так живут. Они говорят то, что они думают. То, что считают нужным сказать. И вот это их неуступчивость, несминаемость, неготовность вписываться любой ценой. Вот это вот все привело к тому, что их воспринимают как людей непредсказуемых. А раз непредсказуемых, то, в общем, стараются их избегать. Им не нужна слава. Они знают, что они сделали. Знают цену этому. Перезваниваются, встречаются. Иногда встречаются на похоронах. Не все из тех, с кем они отбывали сроки, дожили до этого юбилея. Слава их самих. То и дело к ним обращаются из Америки, из Западной Европы, из России. С просьбой дать интерфью, поучаствовать в документальном фильме, выступить с сообщением. Старшее поколение израильтян помнит этих людей. Оно помнит эти имена, потому что оно помнит тот период, когда шла борьба за них. Молодые не знают ничего. Хоть бы абзац в учебнике. Хоть бы три минуты в сводке новостей. Ничего. Полная, вязкая тишина. Субтитры создавал DimaTorzok